Будет Микки Андо, видимо. Посмотрим, тоже надо ей ещё собраться. Музыка из кинофильма Астерикс и Абеликс, миссия Клеопатра. Там ещё две музычки, но за основу взято это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, финал Гран-при, к сожалению, не стал в женском одиночном катании, да и в мужском одиночном катании триумфом чьего-либо чистейшего проката. К сожалению, чемпионы на этом турнире в одиночном катании просто сделали меньше ошибок, чем их соперники. Тем не менее, Николай Морозов говорит своей ученице «молодец». Всячески ее подбадривает. Ну, она действительно молодец. Прыгнула вот Луц тройной и Риттбергер здесь же, в каскаде. Потом она еще прыгала в каскаде с тройным два двойных Риттбергера. Публика кричала так, что как будто она вообще четверной прыгнула. Я, конечно, за здоровую поддержку и боление, но без фанатизма. В большей степени она, конечно, каталась чисто. Но все-таки девушки в этом сезоне многие показывают не такое мощное катание, как хотелось бы. Вот этот каскад буквально свел зрителей с ума на стадионе. Победа была и победа. Обратите внимание, что и змеи сегодня на костюмах у некоторых фигуристов не только у Миккиандо. Практически аналогичный костюм, только в другой годовой гамме, был мужском одиночном катании и Ласич. 119 баллов. Это больше, чем у Акико Судзуки, но меньше, чем у Юнаким. Таким образом, кореянка и две японки. Впереди Корея. Трех баллов не хватило Миккиандо, чтобы победить Юнаким на этом турнире. Не так-то и много, господи, боже ты мой. Была бы здесь малого осадок, совершенно наверняка бы выиграла. Ну, если бы катал бы и так, как бы катались в этом сезоне. Если бы до кабы. К спорту это не имеет никакого отношения, дорогие друзья. В спорте все предельно просто. Ну, если судьи, конечно. Опять если. Что же делать? Итак, Алена Леонова, к сожалению, заканчивает этот.